всем привет сегодня вместе с вами хочу приготовить сосиски в тесте без наличия сосисок в холодильнике на самом деле этот рецепт супер легкий и я его долгое время не хотел снимать но слишком многие меня спрашивают как я готовлю поэтому решила заснять подобное видео для приготовления нам понадобится слоеное тесто которое у меня уже разморозилась и начала подниматься далее нам понадобится колбаса берите любую колбасу которую вы любите моем случае это докторская вареная колбаса можете взять копченую если она вам нравится больше также можете взять ветчину одно яйцо и растительное масло для того чтобы смазывать противень первое что нужно сделать берем колбасу и отрезаем вот такой вот кусочек от общего батона колбасы нарезаю напополам дальше еще и вот таким образом на толстые брусочки тут немножечко даже сплоховал слишком тонко обычно разрезаю на три части вот так вот вообще можете нарезать на любые куски которые хотите можете отрезать побольше можете поменьше кому как нравится со второй половины поступают точно так же этот вариант отлично подойдет на тот момент если вам захотелось сосисок в тесте их у вас нет холодильнике но если у вас есть сосиски то в принципе с колбасой не придется заморачивать и нарезать таким образом сразу берете сосиски и пропускаете данный этап далее беру мисочку и разбиваю туда одно яйцо яйцо нужно для того чтобы смазать тесто сверху когда мы уже сформируем сосиски в тесте и при помощи вилки я его разбиваю дальше как бы смешиваю все до однородной массы и если у вас есть любимые специи укроп или что-либо на данном этапе также можно все это добавить яйцо в моем случае это чесночок но можно этого и не делать просто я так больше люблю поэтому я всегда добавляю специи в яйцо также можно добавить любую зелень соль все что нравится далее беру тесто моем случае слоеная взяла один пласт 2 у меня лежит сбоку другого края еще один кусок и давайте покажу на примере 1 я взяла специальный нож который меня в виде колесико мне так удобнее работать но вы можете воспользоваться обычным ножом разницы нет никакой и далее нарезаем тесто на полоски на тесто слишком хорошо начал подниматься немножко его растягиваю беру колбаску и начинаю оборачивать тесто вокруг нее вот таким образом хотите чтобы тесто было побольше делайте потолще слой хотите поменьше делать как у меня я не люблю когда слишком много теста мне нравится когда больше чувствуется мясная начинка поэтому я заворачиваю не особо много как бы вот таким образом и да чуть не забыла перед тем как начать сворачивать наши сосиски в тесте нужно взять растительное масло и смазать противень им противень свой смазала маслом поэтому все заготовленные сосисочки я сразу отправляю на него таким образом я буду разрезать тесто до тех пор пока не достигну нужного количества сосисок в тесте разрезая оборачиваю разрезая оборачиваю в одни и те же действия будут у меня повторяться поэтому я не буду их показывать сразу перейдем к следующему этапу вот такое количество сосисок тесте у меня в итоге получилось здесь у меня 12 штук теперь я беру при помощи кисточки смажу сверху мои заготовки вы не смотрите что они получились такие все неровные для меня главное вкус не то что получилось на внешний вид по вкусу они будут замечательные я готовлю их не так часто но когда попросят то готовлю и может поэтому они не такие ровные далее нужно это все оставить минут на 15 чтобы тесто отстоялось и немножечко поднялось а дальше убрать в духовку до полной готовности и запекать при температуре 180 200 градусов примерно выходит минут 20 25 как бы у нас колбаса в данном случае готовая нам главное чтобы приготовилось тесто прошло буквально 20 минут мои сосиски в тесте готовы конечно пока они горячие нежелательных класть друг на друга горой я их сложила только для видео но после того как я закончу я выложу их на доску в один ряд почему не стоит класть друг на друга просто они горячие очень мягкие и под весом те которые будут лежать снизу они просто приплюснутся а так сосиски в тесте очень мягкие посмотрите какие они получились до некоторые получились не очень где-то тесто треснуло где-то она немножко развалилась но тем не менее от этого они не стали более жесткими или какими-то плохими снизу они мне вот так вот подрумянились и за счет того что мы сверху тоже смазали яйцо также подрумянилось и не осталось бледным просто моя духовка снизу зажаривает а сверху она оставляет бледным поэтому я прибегаю к такому методу на этом у меня все надеюсь вам понравилось мое видео если остались вопросы то задавайте будете готовить обязательно пишите понравилось вам или нет спасибо за внимание приятного аппетита всех целую пока пока